Здравствуйте! Это еженедельная информационная программа «Стопкадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Что вы нам пожелаете? Я говорю, окурки убрать. В Карелии готовятся к праймерис. Кандидаты от партии власти рассуждают о том, как жить нужно. Торговый холодный фотос нас собрал. Мы рады, конечно, хотим, чтобы наш город был чистым. В Петрозаводске продолжается большая уборка. Все на субботник. Честно говоря, у меня нет, прошу прощения, там, приличных слов, как это описать. А их ни у кого нет. В Петрозаводске по гарантии начали ремонтировать дороги. В Карелии начали готовиться к праймерис или предварительному голосованию, по результатам которого определят единого кандидата от партии власти на предстоящие в сентябре губернаторские выборы. Сейчас у «Единой России» три кандидатуры. Один из лидеров Общероссийского народного фронта в Карелии Анна Лопаткина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин и временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков. Согласно партийной процедуре, перед предварительным голосованием все кандидаты должны встретиться с секретарями первичных и районных отделений партии. Ну а после этого уже перейдут к праймерис. По словам политологов, серьезной борьбы между претендентами, скорее всего, не будет. Наиболее вероятным победителем считают Артура Парфенчикова. Однако правила предварительного голосования никто не отменял. Предстоят дискуссии и споры. Так на прошедшей встрече речь зашла о чистоте на наших улицах. Артур Парфенчиков тут же вспомнил свой последний визит в Петрозаводский государственный университет. Вот я пришел в университет. Артур Парфенчиков, не обижайтесь, да? Но первое, что... Когда они мне сказали, вот, а что вы нам посоветуете сделать? Я им сказал, слушайте, к вам пришел руководитель республики. Я понимаю, есть какие-то вопросы. Окурки возле здания университета уберите, пожалуйста. Понимаете? Что вы нам пожелаете? Я говорю, окурки убрать. С черного хода я зашел. Может, другие кто-то приходит курят. Но это ваша территория, понимаете? Студенты, молодые ребята, все активисты, кстати. Я говорю, какие после этого вы активисты? Взяли, собрались за полчаса перед приходом, значит, главы республики. Значит, обошли территорию, все собрали, аккуратненько убрали. Самим приятно, всем приятно. Это вопрос привычки, понимаете? В Петрозаводске начался ямочный ремонт. Подрядчики приступили к работе над ошибками. Если посмотреть на список дорог, которые необходимо реставрировать после прошлогоднего мастер-класса по разгильдяйству, сразу становится ясно, нам хоть сколько денег на дороге выдели, все равно лучше они не станут. В принципе, никуда можно было не выезжать. О состоянии наших дорог представители всех ветвей власти прекрасно знают. Но так уж положено. Им перед народом, перед Москвой ответ держать. А значит, и потрястись по разбитым улицам столицы Карелии просто необходимо. Голову оторвать, вот, честно говоря, всем, друзьям этим. Инспектируя дороги Петрозаводска, чиновники тщательно подбирали слова. Все-таки столько камер вокруг. А, наверное, так хотелось выразиться покрепче. Новый руководитель дорожного хозяйства Карелии Евгений Пыленок даже сначала попытался побольше рассказать о себе, нежели о дорогах. Есть опыт работы в инвестиционной составляющей. Я работал в крупном холдинге. Но потом понял, что отступать некуда. Позади Петрозаводск. Никаких сравнений, конечно, я не буду проводить и параллели с Москвой, там, или с Питером. Но даже вот по долгу службы я бывал и в Саратове, и в Самаре, и вот в Симферополе, я буквально в марте ездил. Конечно, то, что я увидел здесь, ну, честно говоря, у меня нет, прошу прощения, там, приличных слов, как это описать. Непочатый край, вал, проблем, их надо решать. Шутка ли в списке дорог, ремонт, на которых нужно попросту переделывать заново, десятки улиц. Ни для кого уже не секрет, что 450 миллионов рублей освоены были весьма странно. Взять хотя бы грунтовки, ни одной в живых не осталось. По таким видам работ больше всего нареканий получилось, поэтому подрядчики сейчас будут устранять. Те ямы, которые были, в результате грабирования, они уходят. На летний период времени, когда потеплеет и станет, ну, надеемся, что наступит жаркая погода в Карелии, кроме грабирования, еще будет укатывание катками для того, чтобы еще больше уплотнить слой вот этого фазировочного асфальта материала в рамках гарантийных видов работ. Местные жители пригласили Артура Парвенчикова в ТИС-усадьбу. Главная проблема здесь – дорога. Маме четверых детей, Диане Кузнецовой, жить на окраине города нравится, но иногда все же страшно становится. Такси отказываются к нам ехать из-за качества дорожного покрытия. К нам скорую вызывать. Вот элементарно в роддом мы ехали полтора часа. Скорую мы не могли дождаться. К ребенку приезжают поликлинические работники, тоже не могут доехать, потому что у них старенькие машины. Весенний-осенний период они не могут к нам проехать. Именно из-за того, что у нас не только нет дорог, нас не чистят, нас дороги. По словам чиновников, какие-то дороги по гарантии отремонтируют, но предстоят и суды. Далеко не все подрядчики согласились делать работу над ошибками. Деньги получены, а дальше хоть потоп. С дорожными строителями пообещали работать жестче. Мы понимаем, что если мы выделили деньги на дорогу, ее сделали в 16-м году, то в течение определенного времени, нескольких лет, мы к этой дороге в принципе не должны возвращаться. После объезда дорог в правительстве уже по традиции удостоверение вручили народным контролерам. Они, в числе прочих, будут следить за тем, как в Карелии латают дороги. Если польза от этих людей неизвестна, пока наука молчит. Даже спросить за некачественный ремонт с них не получится. Все равно отвечать придется республиканским и городским чиновникам. В Петрозаводске начались субботники. Город убирают большие чиновники, простые горожане. Приятно, что в стороне не остались представители бизнеса. На Древлянке парк около Лотосплаза очистили работники и друзья комплекса. С нами ТНТ. Всех заснимет, кто лентяйничал. Всех заснимет, кто пахал. Генеральную уборку делала вся страна. Карелия и Петрозаводск тоже. В столице республики мусор собирали на 40 площадках. Древлянку на субботник вывели работники Лотосплаза. Все началось у теперь уже популярной в народе роще карельских берез. Для меня важно. У меня здесь салоны установлены в Лотосплазе. Я считаю, что мы должны сотрудничать всегда вместе. Раз мы работаем на одной территории, делаем общее дело, поэтому и субботник важен. Я считаю, что каждый должен сделать посильный вклад в уборки города. Посмотрите вокруг, все-таки город не прибран. А если каждый хотя бы немножко приложит усилия, но комфортнее жить станет и легче дышать. Торговый холодник Лотос нас собрал. Мы рады, конечно, хотим, чтобы наш город был чистым. Этот парк горожане убирают каждую весну. Наверное, поэтому здесь так любят гулять жители Петрозаводска. Даже из других районов приезжают велосипедные и пешеходные дорожки, живописная речка, скамейки и свежий воздух. Эта площадка давно стала местом, где проходят городские праздники. Весь наш коллектив большой и дружный сегодня принял участие во Всероссийском экологическом субботнике. И с хорошим настроением и с большим энтузиазмом люди здесь привели в порядок огромную территорию. Много собралось жителей прилегающего района. Снегири, Древлянка, даже с Куковки пришли. Нам очень приятно, что коллектив Лотоса «Город», горожане вместе наводят чистоту. В день, когда убирали Петрозаводск, мэр города Ирина Мирошник все проверяла лично. Ее субботник начался рано утром в центре столицы Карелии и закончился только поздним вечером. Социальная ответственность бизнеса до такой степени высока и помогает в уборке города не только прилегающих территорий, но и тех, которые не относятся к торговым организациям, а являются территориями общего пользования, тем самым внося вклад в уборку нашего города. Парк у «Лотос Плаза» убирали накануне большого события. Все подробности расскажет программа «Стопкадр». В Петрозаводске открылся норвежский веревочный парк. Площадка для активного отдыха появилась в черте города прямо напротив «Лотос Плаза» на Древлянке. Экстрим обеспечен и все под наблюдением инструкторов. Депутат Госдумы, чиновник правительства и представитель консульства Норвегии перерезали ленточку и в сопровождении других высоких гостей двинулись на экскурсию. Осматривать тарзанки, спуски, зиплайны, установленные на деревьях и искусственных опорах вдоль реки Неглинки. Такого рода парки родом из Норвегии. Мы перенесли в Россию концепцию и передали норвежский опыт по конструированию и проектированию подобных веревочных аттракционов. Отдохнуть всей семьей отныне можно спортивно и необычно. Кроме того, Норвей парк – площадка для военно-патриотического воспитания молодежи. Как представитель силовой структуры, я думаю, что дети наши будут проводить здесь очень много времени и готовятся к службе спецподразделения Росгвардии Республики Карелия. Веревочные аттракционы станут полосой препятствий для участников игры «Зорница». Маршруты различной сложности подойдут и детям, и взрослым. Я считаю, что это очень большой подарок для города, для наших детей и молодежи. Огромное спасибо энтузиастам и поддержке, которая была, по сути дела, обеспечена здесь созданием вот такого удивительного и уникального проекта, который позволит заниматься экстремальными видами спорта даже нашим детям, вместо того, чтобы сидеть у компьютеров постоянно и мучить свою голову непонятно, мягко говоря, чем. А здесь действительно на такой красивой природе, около речки, такие интересные тренажеры, можно и скалолазанием заниматься, и веревочными всякими видами спорта. И посмотрите уже, что ребята, несмотря на такую погоду, не очень весеннюю и теплую, сколько здесь уже детей. Веревочный парк на Древлянке – это еще один шаг в развитии рекреационной зоны вокруг торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза». В Карелии впервые открывается такой объект, и несмотря на то, что каждый третий житель Карелии и Петрозаводской сегодня систематически занимается физкультурой и спортом, подобный объект – это прекрасная возможность заниматься физкультурой на свежем воздухе, это семейный отдых, это возможность заниматься спортивно-патриотическим клубом. Я убежден, что жители оценят этот объект и станут его постоянными посетителями. Отличительная особенность Норвей парка Карелия – использование полного комплекса страховочного снаряжения. Веревочный аттракцион – это экстрим, но безопасный. Клуб смешанных единоборств «Сейд» приготовил подарок к 9 мая. Всех желающих приглашают на уникальный мастер-класс от профессиональных бойцов. На мастер-класс представители клуба «Сейд» обещали пригласить ветеранов карельского бокса. Кроме того, искусство «Побеждать» продемонстрирует профессиональный боксер Евгений Терентьев. На его счету 8 поединков и 8 побед. Очень важно показать мастер-класс, особенно детям, чтобы поколение подростковое развивалось. Мне хочется, чтобы дети увидели как можно больше народу, и было у них желание выступать, боксировать. Но не именно боксом, а смешанными единоборствами. Мастер-класс будет проходить по боксу. Мы хотим его организовать в дань уважения нашим ветеранам. У нас есть прославленные ветераны бокса Николай Саныч Разумов и Куриков Анатолий Павлович. Мы их хотим пригласить. Мастер-класс пройдет 8 мая в 15.00. Место проведения – клуб «Сейд». Все подробности в группе клуба ВКонтакте. Ну а теперь коротко о других новостях. В том числе предлагаю вспомнить, чем удивил интернет. В Петрозаводске стреляли. В подвале одного из домов на улице Герцена забаррикадировался вооруженный мужчина. По словам очевидцев, сначала он угрожал взорвать дом, потом вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленника задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Никто из них не пострадал. Вооруженный мужчина лишь застрелил служебную собаку. Сам же был ранен. Сейчас он в больнице. Возбуждено уголовное дело. Еще одно неадекватное поведение на этот раз водителя-внедорожника. Сначала он грубо нарушил правила дорожного движения на Куковском кольце, а затем и вовсе заехал на газон. Есть предположение, что тем самым водитель решил привлечь внимание девушки. Пока все. Это была программа Стопкадр на ТНТ Онега и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация. Наш телефон 59 20 50. Сайт tntdfis.onego.ru До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok